Когда-нибудь нас всех не будет, А здесь по-прежнему всё будет, Только нас не будет. И радость от победы будет, И обида будет, и прощение будет, У нас, увы, не будет. Когда-то так и будет. А может, всегда мы будем, Только здесь не будем, Но ведь где-то будем, А может, и не будем, Но всё-таки мы будем. Будем, будем, будем. И пусть не забудем, Да, нас не будет, Но всё же будем. Ливан Кикнадзе, международный мастер спорта из Грузии, о сайте Гамблер. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Вчера на сайте Гамблер состоялся очередной лично командный турнир в русские шашки. Мне довелось поучаствовать в этом турнире, и, друзья, я занял почётное десятое место. Причём в турнире участвовало более ста человек. Мне понравилась моя игра, друзья, я считаю, что я сыграл даже выше своего уровня реального. И сегодня хочу с вами поделиться несколькими творческими удачами, так скажем. Хочу показать вам свои интересные партии. Вчера играли в так называемую классику. Ну и в двух партиях мои соперники ошиблись, мне удалось их победить. В первой партии, которую я покажу, произошла комбинация. СД4, ФГ5 я играл чёрными. БЦ3, ЖХ4, СБ4, ЖФ6. И белые разменялись. Возникла так называемая киевская защита. Я напал, и белые разменялись. Далее последовало АЖ5. Белые меняются назад. И чёрные играют АЖ7. Всё это было разыграно молниеносно. Ну и здесь далее последовало АБ2, ЕД6, АБ4, ДЦ7. То есть, ну, обычно играют ДЕ5 здесь, но я предпочитаю ДЦ7. И на ход Б5 я сыграл ДЕ5. Здесь белые разменялись. Ну и я вылез в центр, так скажем, по Габриэляну. И здесь белые ошиблись. То есть, здесь надо было играть СБ4. А белые сыграли... Ну, кстати, и ЕС2 можно тоже сыграть. А белые сыграли СД2. Этот ход уже проигрывает. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за чёрных. Чёрные побеждают, ставя неотразимые угрозы белым. То есть, я сыграл ЖС6. Ну и выясняется, что чёрные грозят сыграть ФЖ5 и выиграть легко. То есть, у белых остаётся единственный ход от этой угрозы ЖС2. Но здесь чёрные проводят комбинацию. То есть, АСЖ3, ФЖ5 и ФЕ7. Отдали 4 шашки. Забрали 4. Но у нас, как видите, дамка. Поэтому белые здесь легко побеждают. В этой партии соперник также сделал ошибку, которая указана в теории. Был разыгран так называемый гамбит Кукуева. То есть, белые ставят тычок. Чёрные временно жертвуют шашку и нападают. Но лучше всего отдавать шашку именно таким образом. Далее в партии последовало АСЖ3, СБ4, ЖФ4, БА3. И белые и чёрные играют своим сильным правым флангом. То есть, обычно мы играем левым флангом. Но в гамбите Кукуева всё наоборот. То есть, играем именно правым флангом. ФЖ3, АБ6 сильнейшая. И после ЖФ4 я играю БЦ7. И на ЖФ2 играю ДЕ7. То есть, в этой позиции мы уже с вами разбирали. Надо играть именно ДЕ3. А мой соперник сыграл ФЕ3. Я этот ход уже разбирал. Ссылочку на видео, кто не смотрел, укажу в правом верхнем углу. Так что, можете посмотреть. Кто не знает, как тут выигрывает за чёрных. Здесь я напал. Надо закрываться. Ну и после размена я грожу выиграть шашку. Надо играть ФЕ5. И я играю Ж5. Ну и тут соперник меня удивил. Он сыграл СБ4. Такой ход я не разбирал. Но тут всё легко. То есть, играем. Бьём в эту сторону. То есть, побили две. И белые бьют две. Но мы затем выигрываем шашку. Ну и после хода ЕФ2. АБ4. Соперник ещё сыграл АБ2. Я напал. Ну и после БА3. СБ2. Тут соперник сдался. Так легко удалось двоих из соперников победить. Партия против гроссмейстера Романа Щукина получилась острой и интересной. СД4. ФЖ5. Здесь я уже играл белыми. Ставим тычок. Ну и после разменов Роман также жертвует шашку и отыгрывает её. То есть, жертвуем. Ну и здесь играет либо АЖ3, либо ФЕ3. Я предпочитаю играть ФЕ3. И Роман уходит в открытую систему. То есть, играет ФЕ7. Я напал. Роман закрывается. То есть, так нельзя играть. Плохо. После жертвы у белых будет лучшая позиция. То есть, естественно, Роман играет БА5. Я играю АЖ3. Ну и здесь Роман обычно играет АБ6. А здесь Роман сыграл БЦ7. То есть, по-другому немножко. Я играю АБ2. Роман уходит на фланг. И я играю ЖФ2. То есть, в чём суть? Если чёрные разменяются вперёд в этой позиции, то я разменяюсь вперёд. И у меня будет позиция с преимуществом большим. Поэтому Роман разменивается назад. Всё верно. И я играю СД4. То есть, развивая свой сильный левый фланг. Пытаюсь шашку вывести на поле Е5. Роман играет АЖ7. И я вывожу свою шашку в центр. Здесь Роман играет АБ4. То есть, друзья, обратите внимание, шашку выиграть не удаётся, потому что чёрные отыгрывают шашку. Ну и на такой ход можно пойти так. То есть, отходить нельзя из-за банального ЕД4. И белые окажутся в дамках. То есть, чёрные просто играют СБ6. Ну и как бы белые здесь не играли, позиция их будет хуже. То есть, ну допустим, так. Так и хуже здесь позиция намного у белых. Поэтому я так не стал играть. В этой позиции я играю ФЕ3. То есть, вставлю угрозу. Следующим ходом сыграть ЕФ6. То есть, в эту сторону бить нельзя. Белые попадут в дамки. А если чёрные побьют сюда, то в создавшейся гамбитной позиции у белых будет преимущество. Роман точно играет СБ6. То есть, не давая хода ФЕ5. И здесь я нападаю на две шашки. То есть, если бы чёрные напали с этой стороны, я бы побил две. Роман побил бы три. Но у белых тут большое преимущество за счёт того, что у нас дамка за две шашки. То есть, здесь огромное преимущество именно у белых. Не знаю, есть ли тут ничья за чёрных. Скорее всего, нет. Поэтому Роман, естественно, не стал играть ЕФ6. Он закрывается. И здесь я ставлю ловушку. То есть, угрозу и ловушку. Хороший ход. Ж4. То есть, какая угроза? Отдаём одну. Затем ещё две. И попадаем в дамки. И выигрываем эту позицию. Поэтому Роман здесь чётко нападает. Надо закрываться. И здесь уже Роман грозит отдать одну шашку. То есть, АБ6 играет. Грозит следующим ходом отдать одну шашку. И забрать две. То есть, с преимуществом у чёрных. Поэтому я здесь точно играю ЕД6. И Роман нападает. Кажется, что у белых проиграна позиция. Но на самом деле это не так. Я эту позицию уже получал против мастера Константина Ковалевского. К сожалению, в тот раз я не смог защитить её. Но я её проанализировал, друзья. И нашёл здесь ничью за белых. Так что, как говорится, надо учиться на своих ошибках. А вы, друзья, будете учиться на моих ошибках. То есть, на чужих. Здесь точно надо играть РЖ5. Ну и после того, как чёрные бьют. Бьём именно не на Е7. То есть, я с Константином побил на Е7. И проиграл эту позицию. А именно, бьём в эту сторону. И после боя бьём на С3. То есть, видите, здесь чёрным закрываться нельзя из-за простого ЖА6. Остаётся... Ход БЦ5 также невозможен. Так как после размена белые проведут удар СД4. И окажутся в дамках. Поэтому Роман здесь долго думал. И играет всё-таки ЖА6. Ну, такой ход не давал никаких преимуществ Роману. То есть, тоже партия закончилась бы ничьей. Поэтому Роман здесь разменялся. Вот таким образом. Ну и у меня единственный ход ХЖ5. Здесь Роман разменивается также. Ну, БЦ5 не ведёт к преимуществу. Просто вылазим в центр. Это позиция ничейная. То есть, после размена не ломимся сразу в дамки, так как это проигрывает. Играем сперва ФЕ5. Ну, после БЦ3 спокойно идём в дамки. Это позиция ничейная. Поэтому Роман рассчитал эти варианты. И здесь разменялся. Далее в партии последовало ДЕ7. ФЖ3. Я поставил дамку на Д8. Роман играет ЖФ2. Здесь я попытался провести вторую шашку в дамке. Но Роман ставит дамку. Ну, я прикинул быстренько. Понял, что даже вот это окончание ведёт к ничьей. Ну, и сыграл именно так. Далее в партии Роман выстроил шашки вот таким образом. То есть, я играл, оборонялся по полям 1, Б2. Ну, естественно, когда дамка на Ф4 стояла, я уходил, допустим, на Ж7 или на Х8. То есть, в чём суть тут? Когда чёрные играют Б7, мы играем именно на поле Х8. То есть, и чёрные здесь не могут победить. Следующий фрагмент партии также возник из гамбитной позиции. В этой позиции я разменялся назад. Ну, и чёрные могли чётко сделать ничью. То есть, надо было пожертвовать и идти в дамки. Мой соперник так и пошёл. Здесь я понял, что если я буду просто вести дамку, то чёрные проведут шашку Д4 в дамке. Ну, и здесь никаких шансов на победу нет. Поэтому я играю в Ж3. То есть, не даём хода ДЕ3 из-за банального размена. Мой соперник играет ДЦ3. Ну, и я пытаюсь вторую шашку провести в дамке. Здесь было несколько ничьих. То есть, была ничья. Можно было даже вот таким образом пожертвовать шашку. Это тоже ничья. Но мой соперник сыграл ЦБ2. Я играю ФЕ5. Ну, и здесь мой соперник допустил решающую ошибку. Он сыграл ФЕ7. И после АЖ7 выяснилось, что чёрным некуда ходить. То есть, дамку нельзя ставить, потому что мы тоже ставим дамку и легко выигрываем. А на нападение мы ставим дамку, ну и также легко выигрываем. То есть, всё это было в цейтноте. У соперника было мало времени. Но если бы у него было больше времени, он бы понял, что в этой позиции всё-таки есть ничья. То есть, чёрным надо было ставить дамку. Ну, и после того, как белые проводят даже вот эти две шашки в дамке, позиция всё-таки ничейная. То есть, партия могла продолжаться следующим образом. Допустим, сюда-сюда. Чёрные просто бегают по большой дороге, а белые проводят свои шашки в дамке. Ну, и здесь могла возникнуть такая ловушка. Делаем выжидательный ход. Теряем темп. Так, ну и вот здесь, в этой позиции, после хода дамкой на H8, есть такая ловушка. То есть, указана украинским гроссмейстером Сергеем Бойко. Как раз в книге Максима Фёдорова «Дамочный эншпиль». Переиграем СД2. Ну, и здесь есть единственная ничья за чёрных. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти её. То есть, ход АБ2 невозможен, потому что мы выигрываем вот таким образом. Зажимаем дамку белых по большой дороге. Естественно, так ходить нельзя. На поля А1 и Б2 нельзя из-за того, что дамка чёрных попадает в петлю. Это проигрыш. То есть, на поле Ж7 нельзя из-за ДЕ7. На поле Д4 нельзя из-за того, что также играем ДЕ7 и выигрываем. Но здесь была ничья. То есть, надо было точно дамкой пойти на поле Ф6. Ну, и вот это ничья уже. То есть, здесь чёрные могли достичь ничьей. Также интересная партия получилась с Иваном Илиасовым. Молодым мастером спорта, который вчера занял второе место. То есть, также был разыгран дебют. СД4, ФЖ5. Гамбит Кукуева. Белые ставят тычок на поле. СД5, чёрные временно жертвуют шашку, нападают. Жертвуем шашку. И здесь я сыграл ФЕ3 также. Иван пытается сыграть БА5. То есть, здесь можно играть и БА3 с интересной игрой. Но я предпочитаю сводить к известным вариантам мне. То есть, Е4, АБ6, АЖ3, ДЕ7. Ну, и здесь я сыграл ЖФ2. Далее в партии последовало СБ4, ЖХ4. И Иван сыграл БА3. Долго думал. Видимо, выбирал ход либо БЦ5, либо БА3. Но всё-таки сыграл БА3. Здесь я точно играю БЦ3. Ну и после хода БЦ7 всё могло свестись к уже знакомым нам продолжениям. То есть, я бы пошёл ДЕ3 и партия, скорее всего, закончилась в ничью. Но Иван здесь решил обострить. Напал. Я закрылся. И после размены Иван сыграл ФЕ7. Позиция ещё абсолютно равная. Я играю ФЕ3. То есть, не даю, допустим, такого нападения. И здесь Ивану надо уже было либо БЦ7 играть, либо размениваться назад. Но Иван сыграл БА7. То есть, что хотят чёрные? Чёрные здесь решили рискнуть. То есть, если бы я здесь пошёл БЦ3, то Иван бы напал. Ну и после того, как я закрылся, я бы остался без шашки. То есть, отдали одну шашку. Побили две. Ну и здесь были какие-то шансы на победу. Именно у чёрных. Но я увидел эти варианты, поэтому рассчитал другой вариант. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Здесь он очень симпатичный. Здесь я думал 32 секунды, но всё-таки нашёл выигрыш. Белые неожиданно жертвуют шашку. И, друзья, обратите внимание, то есть, силы чёрных в результате жертвы разобщены. То есть, на трёх вертикалях у них нет ни одной шашки. Эти шашки держат вот эти три шашки. То есть, а эти шашки по этому флангу держат вот эти шашки. Я здесь играю в БЦ3. Ну, то есть, здесь уже не пойдёшь из-за простого ФЖ5. То есть, здесь стоит угроза ЦБ4. Иван здесь сыграл ЦБ4. И я тут же зафиксировал слабый левый фланг чёрных ходом ХЖ5. Ну и далее выясняется, что после хода БЦ5 я нападаю. Надо закрываться. Ну и я просто играю ЕФ2. Иван здесь ещё отдал БЦ3. То есть, в эту сторону не надо бить, потому что чёрные сыграют БЦ5. Мы ещё здесь проиграем. То есть, на такой ход мы просто бьём назад. Ну и после ЦБ4 играем БЦ3. И на БЦ5 играем ЦД4. Чёрным просто некуда прилично пойти. Здесь Иван сдался. Здесь ещё была интересная жертва за чёрных. То есть, вместо ЦБ4 можно было сыграть ЦД4. То есть, в эту сторону не побьёшь. Мы проиграем, поэтому мы бьём в эту сторону. Ну и здесь, как видите, не проходят вот такие ударчики. Допустим, так, так. Потому что позиция здесь в пользу белых. То есть, белые пожертвовали шашку. Чёрные отжертвовали две. Но здесь позиция в пользу белых. То есть, мы играем ДЦ3. Ну и после АБ6 играем ЦД4. Ну и легко выигрываем. Поэтому в этой позиции не надо играть АБ2. АБ2 здесь можно было разменяться назад. Но эта позиция также проигранная за чёрных. То есть, здесь возможно такое продолжение. Допустим, ДЦ3. АЖ7. Играем АЖ5. Ну и после ФЕ7 вылазим в центр. Чёрные здесь, допустим, размениваются назад. Ну и здесь выигрыш есть и после Ж6. И после Е4. И даже ЦД4. То есть, здесь много выигрышей. Это позиция выигранная за белых. Можете сами найти выигрыш. Здесь много вариантов. Поэтому не буду их указывать. Здесь выигрыш белых. Ну и последний фрагмент на сегодня в партии. С гроссмейстером Олегом Дашковым из Самары. В такой позиции. Это, кстати, позиция уже проигранная. Ход чёрных. Я играл чёрными. Я пошёл ДЦ7. Ну и здесь Олег мог, мой тёзка, мог красиво выиграть. То есть, здесь белые ошиблись. Сыграли АЖ3. И я мог достичь ничьей. Но так как у меня был цветной, тоже мало времени. Я не нашёл ничьей. А выигрыш у белых был именно после хода ЦД4. То есть, чёрным надо закрываться. И теперь белые играют АЖ3. Ну и как бы чёрные не играли, у белых везде выиграно. То есть, на ход АБ4 мы проводим комбинацию. Отдаём две. Бьём одну. Чёрные бьют две. Ну и как бы белые здесь не били, здесь выигрыш белых. То есть, можно на А7, можно на Е7 побить. В любом случае, здесь побеждают именно белые. Так как чёрные не могут пройти в дамки. Не успевают. Если же в этой позиции чёрные, допустим, разменивались вот таким образом. То белые просто нападают Е4. Надо отходить. Белые играют СБ2. Ну и после вынужденного хода БЦ5, скромно размениваемся назад. Ну и после хода СД4, здесь и СБ2 выигрывает. Ну, может даже СД2 сыграть. То есть, на нападение жертвуем шашку. И играем СД4. Надо жертвовать. HG5. Ну и можно ещё две сдать. И белые легко выигрывают. Олег же Дашков здесь сыграл в этой позиции HG3. И здесь мне надо было точно играть Fe5. То есть, не боясь комбинации. А я здесь сыграл в этой позиции СБ6. Ну и после хода СД2, мне пришлось играть Fe5. И белые проводят комбинацию. Я видел её, но подумал, что она ничейная. То есть, отдают две. Играют АБ4 белые. Ну и после того, как чёрные бьют, белые прорываются в дамки. И обратите внимание, чёрным просто некуда ходить. То есть, тут через несколько ходов мне пришлось сдаться. А ничья всё-таки в этой позиции была. И довольно-таки поучительная. То есть, надо было точно сыграть Fe5. И в чём суть тут? То есть, на СД2 мы уже играем GF6. У белых плохо. То есть, надо проводить комбинацию. А после комбинации белых, мы скромно играем ЕД4. И также прорываемся в дамки. Ничья чёрным обеспечена. Вот такие интересные партии. Вчера удалось сыграть. Ещё раз напомню, занял 10 место. Я считаю, очень большой успех для меня. То есть, обычный кандидат-мастера встал вровень с мастерами. И многими известными. Я считаю, что это, конечно, безусловно успех. Ну и кроме того, творческие удачи. То есть, некоторые партии я провёл довольно-таки неплохо. Друзья, всем рекомендую играть. То есть, сейчас как раз новогодние каникулы. Играйте в шашки. Ну и рекомендую сайт Gambler. Заходите на Жёлтого Слоника и развлекайтесь. Показывайте силу своей игры. До свидания, друзья. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если вам что-либо неясно, отвечу на все вопросы. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok